Всем привет! Мы приехали в Дебальцево по делам. Сейчас идем ищем нотариуса. Нужен нам нотариус. Всем привет! Со мной Темочка. Сейчас проходим ЖД вокзал. И хочу вам показать, какая тут красота. Локомотив стоит. Вагон. А вот поезд. Ну да, поезд этот. Здесь вокзал намного красивее, чем в Динайке. Так, нам сказали, что где-то здесь. Надо будет спросить. 20 метров. А вот сейчас узнаем у людей, как пройти. Какой красивый паровозик стоит. Да? Пойдем сейчас узнаем у людей, куда нам идти. Пойдем дальше. И знаете, на чем я мечтаю проехать? На поезде. Никогда не ехать. Ребята, хочу вам показать, какие тут были обстрелы в Дебальцево. Вот это вот все побито. Побито. Видно мины, обстрелы были. Все побито, все разбито. Все посечено, все здания. И вот тоже. Дебальцево хорошо досталось от обстрелов. ЖД вокзал обстреливали. Вот он, ЖД вокзал. И его обстреливали. Здесь вот это все. И вот они, дыры. Все побито. Локомотивное депо. Локомотив вон он стоит сейчас. Будем проходить его поближе, посмотрим. Ой, короче, ребята, нотариус завтрашнего дня в отпуске. Не берутся они мне делать перевод без нотариуса. Ну, без нотариуса. Мне заверять нотариально его не надо. Сказали пойти в компьютерный мир. Вот сейчас будем искать здесь, в Дебальцево, где находится этот компьютерный мир. Ой, что-то мы не туда пошли, Тём. Нет, по мостику нам не надо. Не посмотрим мы вблизи локомотив. Так что, идем искать компьютерный мир. И нам наберут в компьютерной программе просто перевод сделают с украинского паспорта на русский. Знаете, там много компьютеров. Тём, давай ты не будешь меня перебивать, хорошо? Ну, да. Так что, идем. Будем сейчас искать. Потихонечку. Да? Да. Ребята, смотрите, даже табличку и ту. Посекли. Ночь на 28 декабря. 17-го года на перроне вокзала станции Дебальцево коленские каратели расстреляли командира красногвардейского отряда большевика Коняева Николая Николаевича. Понял? Угу. Это его стреляли. Да. Вокзал перенес. Ни одну войну, оказывается. Конечно, его давно-давно похоронили. Да. Вот так вот. Так, ну на сегодня дела мы сделали. Заказали перевод. Тёмочка, не перебивай. Заказали перевод. Завтра приедем, заберем. 200 рублей стоит перевод. Зашли в магазин, скупились немножко домой. Дома покажу, что купила. И купили по мороженому. У меня киви. Пломбир с киви. И фейхуа, по-моему. А у Тёмы вот такое. Не помню какое, он сам выбирает. Такое мороженое они с Люшей постоянно берут. А мы идём на автостанцию и едем домой. Он на вкус сладкий вар. Да? Так всё. А вот она и автостанция. Всё. Берём билеты и едем домой. Мы уже дома. Приехали домой. Хочу показать, что мы купили по пути. По пути зашли в магазин. Республиканский магазин. Так и называется. Взяла там рекламку. Покажу цены. Вам, какие у нас цены на продукты. И на всё остальное. Ой, сейчас покажу, что мы купили. Так. Ну, моё любимое. Это специи. Взяла вот такой белый молотый перец. Потом взяла антизасор. У нас мойка засорилась. Хочу попробовать, чтобы мужа не беспокоить. Хотя муж может сделать и без этого. Взяла смесь молотого перца. Смесь горошка. Это закрутку. Такой горошек хорошо. И взяла сушёный орегано. Так. Взяла вот таких две конфетки. Деткам очень нравятся. Они вот мягенькие такие. Вот вкусные, жевательные конфеты. Так. Я взяла упаковку салфеток. Потому, что у нас Тёма что-то сопливит. Взяла вот такое вот. Отбеливает, дезинфицирует, удаляет плесень и грибок. Но это я взяла для ванной. Для нашей кабинки. Меня достал там уже грибок. Честно. Попробовать. Дальше взяла вот ещё такую ерунду. Тоже для ванной комнаты. Для кабинки. Буду пробовать. Вот эту фирму ГРАС. Все хвалят. Хорошая фирма. И за это я отдала... Одна, по-моему, получается 135. Вторая, 149. Бумажные салфетки 22. А, ещё два мороженого мы взяли. Одно мороженое. 32 рубля. Пакет 5 рублей. Растишка. Сейчас покажу вам. Убрала в холодильник. 35 рублей. 19. Сырок. 38 рублей. А, это два сырка по 19. Потом салфетки влажные взяла я. Мороженое ещё одно 20 рублей. Йогурт клубничный 24. Горошек 15. Ещё один перец 15. А, чё я, горошек 2. Трубочка, вот это, что я говорила, по 15 рублей. Вот эти трубочки. Так. Дальше приправа. Орегано 16. Молотый перец 12. Смесь перцев 37. И перец белый 19. Так. Старшим детям взяла вот такие шоколадные сырочки. Сырочек, да, вот он. По 19 рублей они. А младшим детям взяла по одному йогурту. Что-то они в последнее время вообще есть ничего не хотят. Даже такие йогурты. Тёме взяла вот этот йогурт с клубничкой. А Илюше растишка тоже с клубникой. И по чём, по чём оно. Так. Йогурт растишка 35 рублей. И йогурт фруате 24 рубля. Вот такие вот у нас были покупки в республиканском магазине. Так. Вот она рекламка. Магазина. Раньше при Украине этот магазин был АТБ. Теперь это республиканский. Вот я покажу вам рекламку. Кто хочет внимательно почитать, ставьте паузу. Чтобы сориентировать вас по ценам у нас в ДНР. Вообще не фокусирует, потому что много всего. Вот такие вот цены. Кстати, этот йогурт я в руки брала. Смотрела, смотрела, так и не взяла. Вот новое мороженое какое-то. Мишка. Бодрая коровка. Такое мороженое. Фокуса вообще нет. Так, дальше вторая страничка. Тут конфеты. Вот цены на конфеты. Какие у нас. Так что, приценитесь и посмотрите, дорого это у нас или нет. Так что, там еще страничка. Пельмени, вареники. Все такое вот. Я в такой магазин хожу редко. Я в основном здесь, на поселке пошла, что-то купила, что мне надо. А в этом магазине даже завышенные цены бывают. И последняя страничка. Здесь бытовая химия. Вот такие вот цены. А еще купили теме рубашку. Нашла рубашку самую обычную. Конечно, хотелось другую взять. Покрасивее, но уже поразбирали их. С коротким рукавом. Голубая. Голубая рубашка стоит 500 рублей. И вот в магазине, где мы покупали, там деткам дают чупики. Клиентам маленьким. А Тема подошел, говорит, а можно еще один чупик для Илюши, для братика. И ему дали второй чубик. Переживает за брата, что он тоже хочет конфетку. Вот такой вот Темочка. Попозже покажу. Сейчас отдохнем. И одену Артема как раз брючки, рубашку. Одну рубашку нашу прошлогоднюю и туфельки. И посмотрим, как она смотрится.